Всем привет! Меня зовут Лена, и в этом видео мы поговорим про страх разговаривать на иностранном языке. Итак, первое, что нужно понять, это абсолютно нормально бояться. Все люди в этом мире, когда начинают изучать новый язык, всегда боятся общаться. Это всегда страшно. Со мной было то же самое. Когда я начала изучать французский язык, мне нужно было просто произнести пять фраз в Passé Composé. И это для меня был просто шок, потому что я не знала, я не умела. И я начала просто их читать, и это было очень тяжело. Поэтому не бойтесь, это абсолютно нормально и естественно. Второй момент. Дайте себе время. Вы не можете выучить абсолютно все и начать идеально разговаривать сразу. Но со временем, если вы будете заниматься, если вы будете стараться, конечно же, у вас все получится. Это даже... Это даже не обсуждается. Третий пункт. Это то, что вы должны научиться писать на этом языке. Многие студенты думают, что это не совсем важная часть, что это можно пропускать, не писать ничего. Когда человек пишет этот язык упражнения, правила, тексты, просто что-то пишет, его мозг работает совершенно по-другому. Увидите, что когда вы будете разговаривать, все те слова, которые вы знаете, как они пишутся, вы знаете грамматику, вы знаете правила, вам будет очень легко. Пункт номер четыре. Вы должны слушать этот язык на слуху. Вы должны смотреть то, что вам нравится. Ведь вы изучаете язык, и это не должно для вас становиться какой-то каторгой. Вам должно это нравиться. Вам нравятся фильмы? Смотрите фильмы, слушайте их. Вам нравится музыка? Слушайте только музыку. Вы должны попытаться общаться с носителями языка. Вы скажете, а где же мне его взять, этого носителя? А я вам отвечу. В интернете, в инстаграме, на фейсбуке, на улице иногда даже бывает. И просто попытаться пообщаться, поговорить. Вам не нужно использовать какие-то сверхсложные конструкции, какие-то кондиционель. Но вы можете просто поговорить с человеком, начать. И есть такое правило, что у человека есть потребность в общении. Даже если вам будете бояться, вы, поверьте мне, все равно заговорите. Поэтому если вы с ним будете просто говорить о том, что вам нравится, есть вероятность того, что вы почувствуете себя комфортно, и вы заговорите. Правило номер пять. Вы должны повторять все то, что вы учили на вашем предыдущем занятии и уроке. Вы можете просто комментировать все то, что вы видите, и комментировать все то, что вы делаете. Это своеобразная репетиция речи. Вы говорите там, Je parle, tu parle, там, не знаю, je regarde par la fenêtre, например. То есть вот такие вот маленькие какие-то нюансы. Я так делала на начальных этапах, и мне это очень сильно помогло. Не бойтесь делать ошибки. Именно из-за этого многие люди просто не хотят даже пытаться, потому что они думают, боже, я сейчас сделаю ошибку, они будут смеяться. Именно когда мы делаем ошибки, мы учимся. Поэтому не бойтесь ошибаться, это нормально. Постарайтесь не переводить все то, что вы хотите сказать, потому что когда вы начинаете думать вначале на русском, потом начинаете переводить, это все двойная работа, и некоторые конструкции не совпадают, потому что все языки разные, это понятно. И поэтому это лучше исключить. Попытайтесь сразу воспользоваться теми конструкциями, которые вам известны. Постарайтесь сразу проработать то, что вы уже знали. Потому что если вы постоянно будете делать вот этот вот перевод синхронный, это очень тяжело, и так очень тяжело научиться говорить реально на этом языке. Просто отключите вообще русский язык, отключите, если вы вот так отключаете, и все. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Не забывайте подписываться на мой канал. И в следующем видео я расскажу, как легко и быстро запомнить иностранные слова. Расскажу свои техники. Спасибо вам большое. И à très bientôt.